Дружка, коровай крае, Дружка, коровай крае. Дружка, коровай крае, Дружка, коровай крае, Дружка, коровай крае. Дружка, коровай крае, Дружка, коровай крае, Дружка, коровай крае. Дружка, коровай крае, Дружка, коровай крае. Масленицу празднуют по-разному, где-то целую неделю, где-то три дня, где-то всего один день. Дружка, коровай крае, Дружка, коровай крае, Дружка, коровай крае. Дружка, коровай крае, Дружка, коровай крае, Дружка, коровая крае. КОНЕЦ Самое главное, что было, это чествовали молодых, молодые пары, которые поженились в этом году, вот их всяко чествовали, их валяли в снегу, на женихе катались с гор, и самое главное, их брали в гости, те родственники, которые были у них на свадьбе, вот, то есть их брали в гости. Всю неделю они ходили, сначала к родне жениха, потом к родне невесты. КОНЕЦ КОНЕЦ У нас уже появилась традиция, что на Масленицу, как организаторы, выступают народы славянские, народы финно-угорские, народы по Волжье. КОНЕЦ Провожать зиму традиция многих народов. У марийцев это календарно-обрядовый праздник Уярня. Удивительное по красоте и самобытности действо. КОНЕЦ Марийская Масленица, это у нас называется Уярня. У нас идет три дня. Начинается обычно с понедельника. В этот день обычно хозяйка рано утром встает и, конечно же, печет блины. Блины мы знаем символ солнца, радость, которая приносит праздник. И, конечно же, это наши традиционные блины Куман Мелна. Это трехслойные такие блины, которые пекутся в печке. Первый слой – это пресное тесто такое, катается, как из пельменного теста. Второе – как дрожжевое тесто такое пышное. А третий уже делается накануне, ставится какая-либо крупа со сметаной, замачивается, всю ночь стоит, а потом уже третий слой выпекается в печке. Каждый слой послойно. И, конечно, считалось, чем больше блинов напечет хозяйка, тем больше счастья придет в дом. И, конечно, всегда смотрели, какая же хозяйка умелая, какие же у ней блины. И, конечно, в этот праздник все старались прокатиться с горки. Вот здесь вот тоже горка есть. Тоже считалось за удачу. И даже катались по парам, такие скатывались, вот так вот вставали боком, держались парами и боком скатывались. Ну, такой праздник, который встречают как бы весну, солнце появляется, хочется жить, символ блинов, празднования, встречи, хорошее настроение. Это все, наверное, вот в Масленице. У Ярня первый в весеннем цикле народного календаря марийцев праздник. Его гостью издревле веселым настроением встречали весну красавицу. У Ярня переплетен с лунным календарем и всегда отмечается через семь недель после праздника Широкьёв. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзокьёв. 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 Друзья мои, пулиспинты! Вот так вот так молодцы! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Окунувшись в череду масленичных гуляний, каждый желающий смог получить на память маленький сувенир. Вот солнышко! С комочка глины берешь и лепишь. После праздника можно повесить. Нахочется посвистеть. Берем, свистим. Нажимаем тут 4 и 5. 5 отверстий. Приглашает меня каждый год на масленицу. Потом еще каравон бывает. Значит, праздник. Еще Кузьминки. Вот 3 праздника, на которые я приезжаю. ПЕСНЯ 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 Масленица Масленица, конечно, праздник для всех, но детворе он доставляет особую радость. Можно не только вдоволь сладостей вкусить, но и наиграться. Масленица Мы предлагаем людям национальные, исконно-национальные, народные игры. Игр очень много, посвящены они как Масленице, так и в эти игры, и в разные праздники. Есть, например, игры «Я веселая ткачиха». Здесь уже суть игры, наверное, больше увеселительная. И мы, наверное, проецируем здесь, наверное, сам станок, на котором ткали девушки раньше. И сразу в голове у людей появляются ассоциации именно с этим. Есть такая еще национальная игра «Шла коза по лесу». Здесь уже элементы танца существуют. Каждый выбирает себе пару и произносит слова «Шла коза по лесу», «Нашла себе принцессу», «Давай, коза, допопрыгаем», «В ладоши похлопаем», «Ножками потопаем». Здесь уже, конечно, больше игры подходят детям. Для взрослых подойдут таверные игры «Водяной». Есть такая игра на знакомство. Те люди, которые вообще друг друга не знают, но, естественно, хочется коллектив сплочать и знакомить всех участников тоже с играми национальными. Это старинная игра. Вообще все игры, которые мы играем, они старинные. И все взяты из экспедиции. То есть мы ездим по деревням, узнаем у бабушек. Бабушки нам, может быть, показывают, может быть, что-то рассказывают. И что самое примечательное, мы играем не только в русские национальные игры. Мы стараемся познакомиться здесь с играми народов по Волжье. И что самое интересное, для детей, наверное, одно из сложных – это выучить слова на другом языке, потому что мы играем и в Марийские национальные игры, и в Мордовские национальные игры, в Муртские национальные игры. Они, может быть, кто-то кому-то покажет, что они похожи. Но до сих пор, честно могу вам сказать, никто не знает точного ответа, откуда они появились. Мне нравится игра «Золотые ворота». Там двое ведущих встают в воротике, остальные проходят. И поют песню. И кто не успел пройти, того ловят, и те становятся тоже в круг ворочке. Субтитры создавал DimaTorzok Первый раз включается, второй раз включается, а на третий раз. Катались с гор. Если где-то гористая местность, то просто вот улицу заливали водой ребятишки. Вот ключ, а они и по улице, по которой ходят за водой, они ее зальют водой. Взрослые, а что вы делаете, окаянные? А они катаются на ледянках, валенки себе эти заледенили, ну, ступни, вот. Или надевали лапти поверх валенок, тоже их льдом заливали. Делали ледянки, допустим, из старого таза. Таз обмазывали коровым пометом, дали застыть на морозе, поливали водой, дали застыть, еще раз поливают воду. И так наращивали слой ледяной и катались, вот, садились в этот таз и летели по этой ледяной горке. Ну, самое главное, катались. Катались на санях, катались, начиная с четверга. Это уж точно. То есть запрягали, лошадей украшали всякими лентами, полотенцами, губенчиками, ну, с куточками разноцветными. Садилась молодежь с гармониями, с самоварами. И ездили по деревне, ездили в какую-то другую деревню, съезжались по уговору. И там встречались, вот, и пели песни всякие разные, и протяжные песни пели, и частушки. И, ну, у нас вот не было специальных таких песен, где бы упоминалась Масленица. Не было. Но были зато песни, приуроченные к этому дню, которые пелись только Масленица. Это лирические песни, приуроченные к Масленице. Мы привыкли, да, что у нас вот... Блины есть, да. А у нас вот в Каменском, Тетюрском районе делали орешки такие. Где орешки, где малинки назывались. Типа курсаков, вот, да, мы знаем. Вот. Делали такие печенюшки маленькие, и в карманы, значит, тыквенные семечки. Эти самые орешки-малинки ходили, вот, угощали всем. Такое уличное угощение. Выпадала мать порога, выпадала мать порога, на белоснеговая, на белоснеговая. Как по этой попороге, как по этой попороге, свининка лежала, да, свининка лежала. Как по этой посвининке, как по этой посвининке, милый-милый ходит, да, милый-милый ходит. Уж он мячик бросает, да, в окно окно окошко, да, в окно окно окошко. Раскрывай мило окошко, да, раскрывай мило окошко, выгляни немножко, да, выгляни немножко. Масленица, девушки гуляют, девушки гуляют, зиму провожают, зиму провожают. Заводи, заводи, хоровод. Вообще, Масленица, да, это же у нас последняя неделя перед постом, перед Великим. Это семь недель Великого поста, когда уж, конечно, никакого, ни праздников не устраивали, никаких шумных там весельев, гуляний, ни свадеб. Даже не отмечали там, больно-то, именины. Дни рождения вообще раньше не отмечали, отмечали же именины. И вот, то есть никаких вот таких не было, не было веселья по целых семь недель. Поэтому, что тут люди оторвались по полной, вот, и в еде, и в веселье. Вот, и все заканчивалось в прощенном воскресенье. То есть это было очень важно, конечно, очень важно уметь прощать и просить прощения. Это первое дело. Древний праздник, сохранившийся с далеких языческих времен, Масленицу отмечают самые разные народы в самых разных странах. Смену времен года, поворот солнца с холодной зимы на лето в Казанской губернии встречали по-особому. Где-то жгли костры, где-то жгли снопы старого прошлогоднего урожая. Но нигде не жгли чучела. Чучела не было нигде. Обязательный атрибут праздника – обрядовая кукла или чучела – служит для привлечения весны. А это символ Масленицы в миниатюре. Кукла Масленицы на сжигание, она делается как бы на год. Не надо бы сегодня её сжигать, как купить, а надо год дома подержать. Все неудачи, неприятности узелком завязать на ручках. А уже на следующий год, в день Масленицы, тогда её и сжечь. Со словами «Всё плохое сгори и в прошлое уйди». И все ваши несгоды уйдут в прошлое. Останется только хорошее. Это очень давная традиция. Это в домах делали специально Масленицу на каждый год. Держали куклу в доме. Она и охраняла, и оберегала, как оберег Масленица была. Вот так и привязывали узелками, ленточками. На руку привязывали. Все руки были в ленточках, ниточках. А потом эту куколку уже в последний день Масленицы сжигали. Вот с таким словами, как я сказала. Всё плохое сгори в прошлое уйди. Я занимаюсь куколками славянскими народными уже три года. Я к этому прожала до того, как год козы был. Мне подружка подарила козочку. Вот эта козочка, обыкновенная козочка, без глаз. Я вообще не знала, что такое обереги славянские. Ну, как всегда, открыла интернет, почитала. Там, оказывается, столько можно делать кукол. Ну, теперь это моё хобби. Просто занимаюсь не ради денег, а ради удовольствия. И 10% я отправляю в Жил-Валиловый фонд. Это такое удовлетворение, такая радость. Это даже что, придумать куклуку, чтобы её одеть, нарядить. Это надо очень хорошо подумать, а не просто так. Самой придумать. Я сама придумала куколку одну. Вот такую куколку придумала сама. Называется она Любава. У славянских кукол не должно быть глаз, потому что в старину считалось, что через глаза может куклу зайти злой дух и принести несчастье в эту семью. Поэтому лица нет. Они все безликие, славянские куклы. Ой, Масленица Кривошенко, встретим тебя хорошенько. Масленица Кривошенко, встретим тебя хорошенько. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok